сегодня мы поговорим о том что меня больше всего раздражает это меня раздражает в моих учениках и в оппонентах и вообще во всех людях которые задают один и тот же вопрос мы уже о нем говорили сегодня поговорим более подробно так как все таки лучше писать роман допустим по наитию или все-таки по плану и сколько бы я не объяснял что все пишут по плану за редким исключением они по наитию даже если считают что пишут по наитию люди все равно задают один и тот же вопрос давайте разбираться сейчас немного рекламы проходите по ссылке в описании там есть ссылочка на инстаграм интернационального союза писатель картиночки опять же записи то есть кому что удобнее потому что кому-то ввк кому-то инстаграм удобнее опять же отзывы опять же конкурсы опять же разные возможности для вашего продвижения используйте на полную катушку я надеюсь что мы будем друг другу полезно по поводу темы нашего разговора но это вообще если честно ужас ужасный то есть причем переделывать людей приходится очень 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 долго то есть вот человек привык что он что-то графоманил сел там чего-то там у него в голове промелькнул он что-то пишет естественно испытывает удовольствие потому что никакой работы он не провел нудные самые настоящие работы а я уж там не говорю о том что книгу нужно раскручивать это вообще как бы это высшая математика поэтому конечно известные становятся единицы и и сейчас известными становятся единицы да у нас тысячи человек там с пять с половиной тысяч человек в испырь и только там узнают там кругосветова там еще там то есть народ как бы знают ну вот по пальцам пересчитать потому что люди не хотят работать люди думаю что что бы я не говорил как бы они не кивали головой как бы они не ходят на мои лекции они меня слушают они пишут какие-то вывозь они восхищаются и в любом случае ничего не делают и вот этот вопрос который на недавнем большом онлайн-проекте задавали там разным мастерам о том но все-таки может быть лучше писать подойти а не строить план роман ответы на это могут быть разные даже у профессионалов я еще раз говорю профессионалы даже многие сами они не педагоги педагог это совсем другая специальность они сами иногда не понимают как они пишут и объяснить они ничего не мог вообще на наши курсы мы известных писателей часто приглашаем просто для декоративной функции то есть чтобы человек пришел каким-то личным опытом поделился в лит институте часто было чем известнее писатель тем хренови и он педагог например евгений рейн известный поэт сам грузки называл его учителем он просто рассказывала о закатках каких-то там ну то есть совершенно как бы вещи были не относящиеся поэзии он не мог научить и не может он жив еще здоров потому что просто у него нет системы методики то есть он просто известный поэт которую пригласили поделиться опытом поэтому когда вы задаете вопросы разным писателям которые сами не понимают как они научились система как таковой не было системы появилась только недавно и появляется и еще внедрять внедрять соответственно до этого люди учились читая хорошие книги рефлексируя на это уходило много времени и потом сам уже человек забывает вообще как он научился ну просто потому что действительно все это забывается понимаете забывается забывается это потому что в общем то когда все это подвешено на рефлексы и ты не преподаешь ты это не повторяешь ты еще раз одно и то же ты уже думаешь о другом думаешь о новом романе о персонаже все это у тебя на рефлексах тебе это совершенно не нужно был очень интересный опыт на прошлом фестивале звезды донбассов со мной были там известные писатели сценаристы типа домкровицкого и так далее вот мы сидели и студентам задавали вопрос и коллеги не очень могли отвечать на эти вопросы потому что они писатели они педагоги а я для меня эти вопросы я на них тысячу раз отвечал и я тысячу раз придумывал новые ответы более точный ответ и работаю с этим и соответственно конечно мои ответы они были в яблочке мне как заяц с горы катится отвечать на такие вопросы то есть вы должны понимать что когда вы ищете поддержку у там кого-то другого а вдруг он скажет что можно помнить но ваш судьбе то это ничего не решит ну скажет вам что я вот пишу по наитию я вот считаю что я пишу по наитию еще это не так вы скажете ну вот я тоже буду писать по наитию вы все и ничего не будет дальше напишите вы очередную никому не нужную книгу я же по крайней мере вам говорю вот вы освоите эту систему дальше вы освоите возможность систему продвижения и вы станете ну по крайней мере будете вы совершенно точно будете выдаваться уже и за счет того что вы освоили систему написание романа за счет того что вы правильно подходите к своему продвижению вы уже точно будете выдающийся при способностях определенных это это гарантия потому что этот путь вы прошли а другие не прошли не пройдут никогда в силу того что они вот так себя ведут и ищут везде лишь бы и вы сказали по голове погладили сказали нет нет сиди пожалуйста ничего не делал как есть так пусть все остается не надо ничему учиться пиши по наитию вот это очень важно и это меня бесит раздражает я трачу огромное количество времени на то чтобы людей научить и что самое интересное только я это где полугодичный курс только я их передаю другим педагогам занимать начинаю заниматься своими делами я богу продюсирую и так далее там на 2 на 3 недели выпадают возвращаюсь группу их как будто подменили опять какая-то черт все надо начинать заново поэтому сейчас перестроим обучение у нас будут какие-то интенсивы видео я вот это лето потрачу на то чтобы как бы сделать сценарии разных мини курсов я надеюсь что мне и вам это поможет а уже потом оттуда я буду брать этого большую группу и вести вы возможно самостоятельно лучших тех которые уже как бы определили что они хотят быть писателями best of the best и конечно наверное тогда и у меня в процентном соотношении я возьму там 20 человек и все 20 напишут какие-то тексты которые можно будет раскручивать мне так интереснее и как и как продюсер и как педагогу подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии нажимайте на колокольчик до свидания заставьте лайки пишите комментарии и Субтитры сделал DimaTorzok